Городской фестиваль «Мы – будущие избиратели России» прошел в нашем городе в четвертый раз. Как говорят организаторы, его цель – подготовка юного поколения со школьного возраста к тому, что в жизни нужно осознанно подходить к выбору. Сегодняшняя наша игра, она немножко поменяла формат, она больше будет приближена, ну так скажем, к настоящим выборам. Вообще вот в процессе пройдет даже деловая игра выбора. Члены команд, они будут и избирательной комиссией, и избирателями, они и кандидатами будут, и агитировать за себя будут. В игровом фестивале приняли участие 13 команд школ и СУЗов нашего города. Для начала каждая команда представляет свою визитку. Это своего рода предвыборная агитация. Мы открыто говорим, что они способны одномоментно остановить все вооруженные конфликты на Земле. Мы не можем воскресить все выигрыши вида животных или запустить в космос цель спутников. Что же мы тогда здесь забыли? Классный вопрос. Мы здесь за тем, чтобы менять ту область, в которой мы хорошо разбираемся и реально можем что-то сделать. Какое-то участие в политической жизни, пусть даже на таком более детском уровне, но мы все равно и все находящиеся здесь понимают, что да, действительно есть политика в этой жизни, и мы не можем оставаться непричастны к ней, потому что рано или поздно она все равно у нас коснется, понятное дело. Фестиваль – это, конечно, игра, но ее юные участники уже сегодня имеют свои мнения и предложения по политическому устройству нашей страны. Как по мне, наше законодательство достаточно сильно ограничивает возможности нашего государства. То есть у нас по факту только два человека, за которыми мы просто голосуем. И в этом погрешность нашей системы. Как по мне, я считаю, что эту систему нужно реформировать в ближайшее время, иначе мы просто попадем как народ. Все проходит почти по сценарию настоящей выборной кампании. Жюри определяет три лучшие команды, которые вносятся в бюллетень, а потом все остальные путем голосования определяют победителя. Как считают сами юные участники, это хорошая тренировка, ведь вполне возможно, что среди них будущие депутаты, партийные лидеры и, может, даже будущий президент.